Губернатор Евгений Куйвашев заручился поддержкой руководства российского Минстроя и подписал с федеральным министром строительства и ЖКХ Иреком Файзулиным соглашение о сотрудничестве и совместном продвижении форум-выставки «100 плюс технобилд», которая, по словам главы региона, должна превратиться в настоящую площадку, на которой будет формироваться мировая строительная повестка дня. Более того, Евгений Куйвашев совсем недавно озвучил идею о том, что в ближайшей перспективе форум-выставка имеет все шансы превратиться в строительный инопром. Попутно в куларах строительного форума на масштабной выставке достижений строительной отрасли глава региона отпрезентовал министру в макетном, правда, варианте наиболее масштабные проекты, в частности 3D-модель будущего микрорайона «Академический-2» или «Горнощицкий». Его площадь – 804 гектара, и в недалекой перспективе он станет ядром девятого по счету района Екатеринбурга, который к 2035-му объединит солнечный микрорайон с селом Горный щит. Не макетное, а вполне реальное воплощение амбициозных строительных планов Свердловщины глава региона продемонстрировал федеральному министру в Новокольцовском микрорайоне, организовав для московского гостя краткую экскурсию по территории студенческого кампуса мирового уровня. Показал Иреку Файзулину комплекс общежитий, общественные и медицинские центры, открытое тренировочное поле для регби с легкоатлетическими дорожками и сборно-разборными трибунами и, разумеется, спортивную жемчужину Новокольцовского. Новый дворец водных видов спорта, по признанию специалистов, один из лучших в стране. Богатое наследие недавнего международного фестиваля университетского спорта теперь в распоряжении студентов и горожан. Все то, что мы делаем, крутится вокруг одного, вокруг качества жизни определенного человека. И это самая главная тема выставки и вообще всех выставок, которые мы проводим здесь. Здесь тематики выставки, которые сегодня обсуждаются здесь в рамках форумной программы, безусловно направлены на удобство и комфорт, на внедрение самых современных технологий для удобства и качества жизни. На втором этапе масштабного строительства в Новокольцовском в 2026 будут построены учебные корпуса Института радиоэлектроники и IT-технологий, а также экономики и управления и комплекс зданий Сунца-Урфу. По поручению главы региона возведение второй очереди кампуса мирового уровня будет тесно увязано с созданием технопарка электронной промышленности в рамках развития экосистемы космос. И все это громадье строительных планов, так же как и ожидаемый очередной рекорд Свердловщины по строительству 3 миллионов квадратных метров жилья в этом году, в полной мере соответствует теме 10-го юбилейного форума 100 плюс технобилд «Человекоцентричность в строительстве». О том же губернатор говорил и на пленарном заседании строительного форума, сделав акцент на кумулятивном эффекте в ходе реализации таких вот крупных инфраструктурных проектов. Раз у нас появились гостиницы, у нас есть возможность проводить крупные мероприятия, приглашать гостей со всей страны и со всего мира. Любой мегапроект за собой несет огромный кумулятивный эффект развития и подотраслей, и развития совместных и совершенно других, не связанных с конкретным мегасобытием отраслей.